Правительство пошло всем нам навстречу. Берег турецкий вновь открыло для всех нас. И тут же мы отправились навстречу со Средиземным морем, солнца не боясь. А чё бояться? Мы же все привыкли на Средиземном море отдыхать. Поэтому будем здесь загорать и веселиться. И вам докладывать, тишь здесь на море или гладь. Уважаемые любители рок-музыки, и мы приближаемся к главной концертной площадке этого отеля. Хотя тут в ресторанах играют люди, но это маленькие площадки, а вот та главная. Здесь вот балкон для VIP-гостей. Но мы как демократы, мы с рок-н-рочкой, мы демократы, мы обычно в первый ряд идем, чтобы внимательно посмотреть, как работают музыканты. Ну и опять-таки, тут все обслуживают тебе вечером. Что хочешь, заказывай, приноси все. Все удобно. И вот этот вот концертный зал называется Амфитеатр Аполлона. Хороший звук, все тут нормально, не глушит людей. Мне нравится. Где там возвышенность, тут возвышенность. Тут простому. Ну а для русской рок-звезды, для Волочек Асда бронируют обычно вот этот передний столик. Тут неудобно. Потому что, вы же знаете, мне потом рецензию давать, чтобы я не сильно гневался. Чтобы задобрить меня, они этот столик для меня резервируют. Хитрые, турки хитрые очень. Они понимают, что я могу написать хорошо, могу плохо. Они только думают, что могу и так, и так написать. На самом деле, Волочек Асд пишет всегда объективно. А чем отличается критика от критиканства? Критиканство – это именно когда ты высказываешь свои пристрастия, характеризуя какую-то музыку. А критика – когда ты объективно оцениваешь, соответствует ли музыка музыкальным критериям и критериям того стиля, в котором они играют. Вот это и есть объективная критика. Когда ты отбрасываешь свои личные пристрастия, нравится тебе, не нравится – это второй вопрос. Ты должен сказать, соответствует музыка музыкальным критериям, в первую очередь. Попадают они в ноты, в переводе на русский язык. Как выстроена композиция, грамотно, неграмотно. И второе – соответствует ли то, что они делают, тому стилю, в котором они пытаются играть. Вот это критика. А то мне часто пишут. Ты не воспринимаешь критику. Ребята, я еще ни разу не читал критики в свой адрес. А только обливание меня грязью и гавканье из кустов, хаяние – это не критика. Критиканы, критики расплодились. У нас критиков в стране раз по пальцам пересчитать на одной руке. И то. Наверное, и много будет. Я имею в виду критика в рок-музыке. Потому что у нас критики есть классической музыки, есть профессионалы-музыковеды. А современной музыки, я не знаю, у нас критика. У нас только на уровне нравится, не нравится. Вот это критика считается. Не, ребята, это не критика, это критиканство. Поэтому сейчас приедем, и я продолжу анализировать выступления наших самых интересных музыкантов. Самых интересных. Все равно мне в каком стиле они играют. Поп, рэп, диско – все равно. Рок, хэви-метал, трэш-метал, рок-н-ролл – мне все равно. Потому что я знаю границы к стилям. Я разбираюсь в критериях стилистики музыкальной. И никогда не гавкаю, не говорю, плохо или хорошо. Это мои личные впечатления. Это никого не волнует, хорошо для меня это или плохо. А вот соответствует ли оно критериям музыкальным – вот это всем интересно. Особенно тем, кого я критикую. Потому что благодаря этому они потом вносят корректировки в свою музыку. Так что вот так вот, уважаемые любители рок-музыки и хейтеры. Я надеюсь, вы теперь понимаете, чем отличается критика от критиканства. И поэтому для любого думающего музыканта критика – это большое благо. Но критика хорошая стоит дорогого. Это я делаю ее бесплатно. Бесплатно трачу свои силы и время. А на самом деле это очень трудоемкая и кропотливая работа. Потому что нужно не просто прийти на концерт и посмотреть по глазе и тут что-то сказать. А нужно понять, когда эти люди начали заниматься музыкой. Что на них повлияло, как они зародились, как они развивались, как они пришли к тому, что сейчас. И самое главное, чтобы все понимали это, что любое произведение искусства – это проявление личности того автора и исполнителя, кто ее делает. Поэтому, чтобы сделать настоящую критику, то нужно выходить за рамки музыки уже в сферу психологии, философии, образования и так далее и тому подобное. Чтобы оценить эту личность, которая создает это произведение искусства. Вот это и есть настоящая критика. Все остальное поверхностно. Даже я не делаю такой глубины. Я могу это сделать. Но повторюсь, это очень трудозатратно и трудоемко. Докопаться до личности автора и исполнителя. Понять, что он такое. Потому что он может, Петя, говорить правильные вещи. А сам внутри предатель. Понимаете? И диссидент. Поэтому все его словеса умные и правильные являются ханжеством мгновенным. Вот, что такое настоящая критика. Ну, вот так вот. Как-то вкратце я вам про критику рассказал. А то времени не было. Объясняешь, объясняешь людям. Пишешь им, пишешь. Задаешь вопрос. А вы хоть знаете, что такое критика? А нет, ты не воспринимаешь критику. Нормальный, умный музыкант. Благодаря критике он может, если захочет, внести, если он развивающаяся личность, внести коррективы в свою музыку. Исправить ее. Исправить тексты. Исправить музыку. Сделать ее более стильной. Более качественной. Поэтому он благодарный. И вот вы знаете, я анализирую группы. Я это на самом деле не буду ханжествовать. Я делаю это для самого себя. Я тренируюсь. Тренируюсь, разбираю музыку, вижу ошибки. Вижу то, что правильно, очень хорошо, что сделано. И вот из тех людей, кого я критиковал, в буквальном смысле слова, один или два коллектива поблагодарили меня за критику. Хотя им было, я думаю, неприятно. То, что я говорил, что вот это не соответствует вашей стилистике. Более того, даже одни меня пригласили потом на концерт. Бесплатно мне два билета предоставили. Это группа Wild Ways. Хотя я прошелся по ним серьезно. Я их не оскорблял. Я просто показал, что, ребята, заявленная вами стилистика метал-кор. Вот так вот не играется в этой части. А барабаны вот так работают. А вот это вот бренчане на гитаре, это не из этой стилистики. Ребята, они меня пригласили на концерт. Но, к сожалению, я был в это время в командировке, не смог побывать. Точно так же меня поблагодарила Катя Белоконь из группы Velvet за то, что я дал объективный анализ их выступления в клубе 16 тонн. А все остальные даже не соизволят мне поблагодарить и лайк поставить под моим постом. Ребята из Outcast поблагодарили меня за анализ. Хотя их я мало покритиковал. Они реально очень хорошо соответствуют стилю метал-кор. Хорошая группа. Я им аплодирую. Молодцы. И тексты у них приличные. Ну, вот так. То есть нормальные люди знают, что это работа серьезная критикам. И за это благодарят. А те, кто развиваться не собирается, они еще гавкают в ответ. Ну, это их проблемы. Не мои. Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории вам без цензуры Расскажет рокер Валащук 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 Валащук